МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Папа Франциск внимательно следит за ситуацией на Южном Кавказе. В Сирии турецкие ВВС разбомбили шесть курдских деревень. В Самосаде в Западной Армении была обнаружена ископаемая улитка возрастом в 70 миллионов лет. Сегодня день памяти Сусе Майрик. Военная география Армении. Амик Сайдян. В 2003 году в городе Кесаре Западной Армении была построена плотина. Из-за строительства была перемещена несколько районов. Теперь из-за понижения уровня воды в плотине на береговом участке появились кости и черепа людей. Под плотиной было старое кладбище. По сообщению властей, компетентные органы занимаются этим вопросом. В 2020 году, несмотря на эпидемию и войну, в Армении оборот высокотехнологичных компаний увеличился на 20,6%. Как сообщает Армен Пресс, об этом сказал министр высокотехнологической промышленности Армении Акуп Аршакян, подводя итоги 2020 года. Министр напомнил, что COVID-19 в прошлом году помешал реализации программ. Однако в 2020 году сектор высоких технологий в Армении вырос в двузначных числах. Оборот компании увеличился на 20,6%, составив около 198 миллиардов драмов. Включены только компании в высокотехнологичной отрасли без операторов связи, отметил Аршакян. Количество занятых в отрасли увеличилось на 22%, достигнув 18 747 человек. Также увеличилось и количество действующих компаний. В Армении 1228 действующих компаний, работающих в сфере высоких технологий. В 2020 году 192 новые компании, которые получили сертификаты, будут пользоваться налоговыми льготами, которые определены политикой, министерством и законом. Бывший министр образования Арцаха Нарина Агабалян будет контролировать и развивать местные гуманитарные проекты. Гуманитарная инициатива «Аврора» продолжает расширять свою гуманитарную программу для Арцаха. «Аврора» уже задействовала свой международный авторитет и широкую сеть активных доноров, экспертов, гуманитарных деятелей и тех, кому они помогают для оказания поддержки жителям Арцаха и обеспечения эффективных решений на местах. «Аврора» продолжает принимать заявки от организаций, которые нуждаются в помощи на местах по адресу info.sobachka.avroraprice.com. Очень важно, что «Аврора» может помогать нуждающимся в разных уголках света и в то же время реализовывать масштабные проекты в Арцахе в 2020 году и не только. «Аврора» уже поддержала около 50 проектов, направленных на обеспечение неотложных потребностей местных жителей и помогла таким образом тысячам арцахцев. После войны «Аврора» начала напрямую оказывать помощь жителям Арцаха на базе краудфандинговой инициативы «Арарат Челлендж» и выделила на программу уже 473 тысячи долларов. В течение многих лет соучредители гуманитарной инициативы «Аврора» Вартан Григорян, Нубар Афиян и Рубен Вартанян, а также основанные ими организации были вовлечены в многочисленные программы в Арцахе. Духовный понтифик католического мира Папа Римский и Франциск с особым вниманием следит за развитием на Южном Кавказе. Как сообщает Армен Пресс, об этом он заявил во время встречи с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Святом Престоле. Говоря о политической ситуации, возникшей в разных точках мира и в очагах нестабильности, Папа Римский и Франциск коснулся Южно-Кавказского региона, отметив «с особым вниманием слежу за ситуацией на Южном Кавказе», где продолжается ряд конфликтов, некоторые из которых вспыхнули в прошлом году. Они подрывают стабильность и безопасность всего региона. Пандиффик выразил надежду, что в 2021 году конфликт в Сирии закончится также. ВВС Турции разбомбили шесть курдских деревень в сирийском районе Манбич. Об этом сообщает курдское информагентство Хавар в Сирии. Отмечается, что атака ВВС Турции произошла около 14.30 по местному времени. Утром турецкие силы атаковали деревню Аль-Джатр в Манбиче. Фермер из провинции Адыяман Самосад на западе Армении нашел на своей земле окаменелость. Исследования показали, что возраст окаменелости от 70 до 100 миллионов лет. Найденное гражданин передал руководству музея райцентра Адыяман. Эксперты выяснили, что возраст окаменелости не менее 70 миллионов лет. И это на самом деле улитка. Директор музея отметил, что окаменелость будет выставлена после изучения экспертами. Сосе Майрик. Сосе Вартанян родилась в 1865 году. Бетлист Западной Армении скончалась 9 февраля 1952 года в Александрии в Египте. Участница армянского национального освободительного движения, жена лидера армянского Федаина Ахпюра Сиропа. Ее назвали Майрик, армянский мать. Федаи Сиропа за храбрость и материнское отношение к армянской молодежи. Она участвовала во многих федаинских сражениях. В 1899 году в боях с турецким отрядом была ранена пленена, отравлена в Бетлисе и вскоре освобождена. Муж его, братья и сын Сосе, Сиропа погибли. Другой ее сын погиб во время резни в Карине. После Сосонской самообороны 1904 года она перебралась в Ванн и позже на Кавказ. После 1920 года перебралась в Александрию, в Египет. 9 февраля 1953 года в Александрии умерла женский символ армянской освободительной борьбы. Ее последними словами были «Сироп зовет меня к себе, дорогой Айк, я ухожу». В 1998 году, через 45 лет после смерти, тело Сосе Майрик перевезли в Армению. Она была захоронена в пантеоне в Яраблури. В эфире телевидения Западной Армении автор книги «Военная география Армении» Амек Сайдян представил первую главу книги, рассказал о ряде важных исследований в книге, сделал обзор военной географии Западной Армении и Арцаха, представил важные военные вопросы, требующие приоритетных стратегических решений. Видео доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Масунг-ансамбль. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!